В столице прошел первый форум писателей стран Азии. Он собрал около 80 литераторов из более чем 30 стран. Поэты и писатели обсудили важные вопросы развития современной литературы. Скажем, в 19 веке при Пушкине, Достоевском, Толстом писатели горевали об одной вещь – не пишется. Вот они были в исканиях творческих. А спустя несколько лет уже начали говорить – не печатают, не печатают. А мы живем в такие суровые времена, когда говорят – не читают, не читают. Задачи остаются те же – о чем писать, как писать, для кого писать. Первый форум стал большой площадкой для знакомства писателей. У делегатов из разных стран появилась возможность наладить контакты для того, чтобы объединиться, поделиться опытом и в будущем вывести литературу стран Азии на новый уровень. Здесь и решились конкретные вопросы. Скажем, я редактирую вот этот литературный альманах на холмах Грузии. И, значит, я установил контакты с вашим альманахом, который издается в Алма-Аде, с простор. Допустим, со многими писателями мы договорились о том, что они будут присылать мне новые произведения. У нас есть такая рубрика у нас в гостях, и я смогу печатать многих авторов из зарубежья, потому что в последние годы мы явно ощущаем дефицит контактов, дефицит творческих коммуникаций. Форум положил начало дружеским связям писателей. Подобные встречи будут теперь проходить раз в три года. Благодаря первому форуму писателей в Азии появится общая электронная библиотека. На форуме поднимались разные вопросы. Например, создание единой системы для переводов произведений, чтобы работы на казахском языке, к примеру, переводились на китайский и арабский. Президент Казахстана на открытии форума предложил учредить международную литературную премию «Большая Азия». И могу сказать, что наши гости-делегаты очень обрадовались. Среди наших делегатов есть и номинанты на Нобелевскую премию, известные писатели из Катара, Южной Кореи и Монголии. В Алматы в Казахском государственном академическом театре имени Мухтара Уэзова состоялась премьера спектакля о жизни и творчестве поэтессы Фаризы Онгарсыновой. В отечественной литературе автор занимает особое место. Главную роль в постановке исполнила лауреат премии «Дарын» Назгуль Карабалина. Также на сцене зрители увидели Куандыка Кастанбаева, Ерлана Карибаева и молодых актеров из других театров Казахстана. Задумка была в 2016 году и с того времени, за три года, конечно, спектакль очень много раз в форме изменялся. Мы готовились к этому. Специально заказали пьесу, известному драматургу Розу Муханову. Роза Муханова была современником Фаризы Онгарсыновой. Песа была написана по ее ощущениям. Она передала ту тонкую грань, которую не все знают. По ее рассказам специально для этого спектакля, конечно, была написана музыка. Музыку написал известный композитор Ренат Гайсин. Режиссером является молодой фархад театра Петропавловска. По словам продюсера, прежде чем приступать к пьесе, были утверждены актеры. Поэтому произведение написано под артистов, чтобы они более точно смогли передать характеры. Когда состоится следующий показ в Казахстане, пока неизвестно. В октябре коллектив планирует сыграть спектакль на московской сцене. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 10 сентября в столице в Корейском культурном центре открывается выставка корейской традиционной одежды. 10 сентября в Алматы труппа Карагандинского академического театра музыкальной комедии даст постановку в джазе «Только девушки». 10 сентября в театре «Жас Ахна» состоится концерт фольклорно-этнографического ансамбля «Туран». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова